Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Слово Божье настолько богато. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие всю эту неделю. И Господь, приходя сегодня перед Словом Божьим, мы приходим перед Тобой с ожиданием и с чувством благоговения, потому что это Слово живого всемогущего Бога. И мы благодарим Тебя, Отец, за слова, которые приводят на землю небеса. Мы воздаем Тебе хвалу за чувство принадлежности здесь, потому что Ты послал нам Своё Слово, и мы не отчуждены и не чужды Его во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Него, Отец. Аминь. Вы принесли с собой сегодня свою Библию? Пожалуйста, откройте её на последней главе Первого Послания к Фессалоникийцам. Последняя глава Первого Фессалоникийцам. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на перечень вещей. Фактически, этому посвящена вся эта пятая глава. И здесь есть перечень вещей, которые, так как я на него смотрю, являются контрольным списком для того, чтобы делать то, что говорит 21 стих. «Все перечисленные здесь вещи указывают на этот один стих». «Всё испытывайте и держитесь». Скажите, «Держитесь». «Хорошего держитесь». Позвольте у вас кое-что спросить. Если бы не было чего-то, что пыталось бы украсть у вас то, что у вас есть, нужно ли было бы вам за это держаться? Нет. Слово Божие говорит нам взяться, ухватиться за предлежащую надежду. Вы должны ухватиться за нее. Она не свалится на вас, проплывая мимо. Вы должны ухватиться за Божьи вещи. Вы должны ухватиться за духовные вещи. И когда вы за них ухватываетесь, вам придется за них держаться. Слово Божие говорит нам сражаться добрым подвигом или сражением веры. Это доброе сражение. Но это по-прежнему сражение. Вы спросите, брат Коплан, что значит доброе сражение? Это сражение, которое вы знаете, что вы выигрываете еще даже до того, как вы в него вступаете. На этот счет нет никакого сомнения. Все, что вам нужно делать, это делать свое дело, и вы побеждаете, слава Богу. Итак, будьте очень внимательны сегодня к тому, о чем Господь сказал нам поговорить. Давайте обратимся к книге Второзакония в Ветхом Завете. Я хочу здесь кое на чем остановиться. Во-первых, давайте откроем 30-ю главу книги Второзакония. И я хочу, чтобы мы прочитали 10-й стих. Нет, давайте вернемся и прочитаем 9-й стих. «С избытком даст тебе Господь, Бог твой, успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей. Ибо...» Звучит здорово, не так ли? «Ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуй тебе, как Он радовался об отцах твоих, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные... 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 скажите, написанные... написанные всей книги Закона. «И если обратишься к Господу, Богу твоему, всем сердцем твоим и всей душой твоей...» И заметьте, что он говорит здесь, в 19-м стихе. «Во свидетели, пред вами призывая сегодня небо и землю...» Другими словами, с сегодняшнего дня у вас нет никакого оправдания. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие...» Избери! Избери! Здесь есть выбор. У вас есть право выбрать, жизнь или смерть. Благословение или проклятие. И у большинства людей в мире сложилось такое представление, что жизнь и смерть — это своего рода азартная игра. Вы никогда не знаете, что с вами произойдет. Просто делайте все, что в ваших силах, и иногда вы получаете это, а иногда вы получаете то... Ну, вы никогда не знаете, что Бог будет делать. Нет, знайте. Он будет делать именно то, что Он сказал, что будет делать. И Он только что здесь сказал, «Если будешь слушать...» Что значит «слушать»? В английском переводе Библии использовано старое английское слово. Но вы все равно знаете, что оно означает. Оно означает слушать и обращать внимание, не так ли? Слушать. Он сказал, «Если вы будете обращать внимание, я сделаю процветающим все, что только будут делать ваши руки, если вы будете слушать...» У кого из вас есть дети? У кого из вас есть дети старше 15 лет? Тогда у вас есть определенное понимание того, о чем здесь говорит Бог, не так ли? Я просто могу слышать сегодня слова моего папы. «Да что в тебя вошло?» «Я не знаю». «Разве ты не знаешь, что не надо так делать?» «Знаю». «Откуда ты знаешь, что так не надо делать?» «Ну, ты мне сказал». А это одно из моих любимых папиных выражений. «Так почему ты не прислушался?» «Я не знаю». И знаете, все оборачивалось именно так, как он и предупреждал. Так и было. Я получал по одному месту. Как он и предупреждал. И как на той видеозаписи, которую вы видели на служении в понедельник, когда Келли и Терри разговаривали с Джоном, и он сказал, «Интересно, получается, чем старше я становлюсь, тем умнее становятся мамы с папой». Именно это Бог вам и говорит, если вы слушаете. «Ну, я не знаю, как слышать Бога». «Нет, вы знаете». Он только что сказал то, что написано. Посмотрите. «Во свидетели, пред вами призывая сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери». То есть это то, что должны сделать вы. «Избери, ты избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа, Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоей, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь, склятвую, обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им». И затем вы переходите к Новому Завету. Давайте так и сделаем. Не закрывайте это место в книге Второзакония. Мы сюда буквально через минуту еще вернемся. А сейчас мы обратимся к посланию Галатам и посмотрим 29 стих 3 главы. Галатам 3, 29. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию Божьему наследники». Слава Богу! И только что говорилось «Я предложил вам жизнь и смерть». Другими словами, вы можете иметь жизнь или же вы можете иметь смерть. Все будет зависеть от вашего выбора. Почему, брат Копланд? Я этого не знал. Что ж, теперь знаете. Просто удивительно, сколько власти над нашей собственной жизнью Бог вложил в наши руки. Библия не говорит «Бог дает жизнь и забирает жизнь». Многие люди проповедуют это на похоронах. Но даже несмотря на то, что Библия это говорит, Библия записала о неверном утверждении. В Библии записано неверное утверждение того человека, когда он так сказал «Бог дал и Бог взял, да будет имя Господне благословенное». И Богу пришлось разбираться с тем человеком, который это сказал. Сказано, что у него было неверное утверждение насчет этого. И тем не менее, люди вырывают это из контекста и проповедуют это на похоронах. «Бог дает и Бог забирает». Один человек сказал «Бог дает, а руководство забирает». И это тоже неверно. Вот что здесь говорится. Выбирайте! Делайте выбор! Жизнь здесь, а смерть здесь. Да, но, брат Копланд, я думал, что жизнь может дать только Бог. Это правда. Но Он ее дал. И она у вас есть. Иначе бы вы здесь не сидели. Вы живы? Да. Поэтому прямо сейчас вам принадлежит жизнь, не так ли? Да, но именно Бог ее и забирает. Подождите минутку. Разве вы не помните местописание, в котором говорится, что жизнь и смерть находятся во власти языка? Вы знали, что вы можете умереть здоровыми, прожив долгое время? Как я уже как-то говорил, я сталкивался со странной вещью. Люди, с которыми я говорил об этом, говорили о власти верующего и о некоторых других вещах, о которых мы будем сегодня говорить. Эти люди начинали несколько волноваться о том, что они не умрут. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это перестать волноваться, особенно о смерти. А сколько с таким количеством сомнений и неверия, которые у вас есть, если вы будете волноваться о том, что вы будете недостаточно больны, чтобы умереть, вы, возможно, умрете гораздо быстрее. Вы своими словами доведете себя до смерти. Аминь. Библия говорит, что власть жизни и смерти находятся в силе и во власти языка. Библия много всего говорит нам о том, как продлить наши дни на земле, как жить дольше и жить наполненными благостью Божьей и радостью Господа. И Бог только что дал нам базовое основание для этого. Обращайте внимание! Слушайте! Большинство людей не слушают, потому что они не хотят делать то, что сказал Бог. Как одна женщина. Брат Хейгин рассказывал историю про одну женщину, которая в один вечер вышла вперед к сцене. «О, Боже!» Она кричала так громко, это напоминало звук товарного поезда, несущегося по тоннелю. «О, Боже! О, Боже! Боже!» И Брат Хейгин подошел к ней, чтобы узнать, что с ней было такое. Она кричала и вопияла перед сценой так, как будто вот-вот умрет, или что-то в этом роде. Он сказал, что наконец смог заставить ее обратить на него внимание. Хорошенько встряхнула и спросила, «В чем дело, сестра?» Она ответила, «О, я хочу, чтобы Бог забрал у меня этот нюхательный табак!» Брат Хейгин сказал, «Сестра, он не нюхает табак». Это привело ее в некоторое изумление, но потом она снова взялась за свое. «О, Боже! Забери этот табак! Забери у меня этот нюхательный табак!» Он сказал, «Подождите минутку, успокойтесь, успокойтесь на минуту». Если вы примете решение отпустить эту вещь, она больше не будет иметь над вами власти, и мы с вами вместе можем связать это, и она уйдет. Та женщина ответила, «О, нет, нет, я не хочу брать над этим власть! Мне это нравится!» Она хотела, чтобы Бог у нее это забрал. Но вы не можете держаться за нюхательный табак и перестать его нюхать. Вы это понимаете? Разве это не глубоко? Аллилуйя. Хорошо. Давайте вернемся к книге. У вас все еще открыто послание Галатам? Вы не закрывали книгу второзакония? Не закрывайте ни одно из этих мест, как сделал я. Аминь. Хорошо. Итак, давайте откроем 28-ю главу книги второзакония. Я хочу уделить немного времени тому, чтобы научить вас здесь кое-чему о структуре Библии. Это поможет вам в вашем изучении Библии. Но это также очень важно для того, что мы будем изучать, и чтобы вы держались того, что вы имеете от Бога. И английский, и некоторые другие переводы Библии, Ветхого Завета, породили много неправильного понимания и толкования. Библии Брим изучает иврит и говорит на иврите. Поэтому я, походу, буду обращаться к ней. Я стал изучать. Я изучал эту часть. Я никогда не изучал иврит, но я изучал исследования некоторых людей, которые его изучали. Аминь. Я не знаток иврита. Я даже не знаток английского. Вы это заметили. Но я могу читать словарь. Не нужно быть слишком умным, чтобы отыскать что-то в словаре и сказать, что это означает. Я могу делать то же самое с симфонией. В том, что касается иврита или греческого языка. И также есть книга. Вы знаете симфонию Янга? Есть две основные симфонии. В действительности три. Но две самые толстые. Одна из них это симфония Янга. А вторая стронга. Это два разных типа симфонии. Поэтому вам стоит иметь обе. В симфонии Янга, особенно в старой, в самом начале есть конспект книги, который написал доктор Янг. Она больше не издается. Но ее конспект есть впереди этих больших симфоний. Советы, подсказки к толкованию Библии. Поэтому, если хотите, вы можете изучить кое-что из того, о чем я буду сегодня с вами делиться. Это очень просто. В этой 30-й главе, которую мы только что читали, я хочу, чтобы вы обратили на кое-что внимание. 30-я глава книги Второзакония. «Жизнь и смерть предложил я тебе благословение проклятия». В Ветхом Завете было очень-очень мало откровения в отношении дьявола. А все потому, что сатана пришел, и когда он пришел на землю, у него не было никакой власти быть здесь. Одно время он имел власть на земле, но он ее потерял. И он пришел до Адама. И Адам совершил государственную измену, преклонил колени перед сатаной. И Библия говорит, что человек, который был сотворен чуть ниже Бога, отдал свою праведную власть ангельскому существу, который ниже человека. Но, сделав это, человек пал с уровня чуть ниже Бога на уровень ниже этого ангельского существа. И вот тогда-то сатана стал, как это называет Библия, Богом этого мира. Человечество попало под его контроль. Бог в то время не имел власти на этой земле, за исключением той, которую он мог получить через мужчину или женщину, которые слушали его. А так, духовной властью на этой земле обладал дьявол. Мы с вами знаем его как сатану. До того, как он пал, его звали Люцифером. И Библия говорит, что он был совершенным в тот день, когда он был сотворен. И затем позже в нем нашлось беззаконие. И между ним и Богом пришло разделение, и он потерял все, что у него было. Адам быстренько мог бы вышвырнуть его с земли, потому что Бог дал Адаму власть и сказал, «Бери власть над землей и обладай ею над всем, что летает, над всем, что плавает, над всем, что ползает по земле». Это включает в себя даже насекомых. Вы понимаете? И всех остальных ползающих. У Адама была эта власть. Но затем он преклонил колени перед сатаной и дал ему власть над собой и над всеми своими потомками. И когда он это сделал, Библия говорит, что грех пришел в мир, а через грех – смерть. В дух человека вошла смерть. Духовная смерть отличается от физической смерти. Физическая смерть является результатом духовной смерти. Дух не может перестать существовать. Материя может перестать существовать. Заберите жизнь из этого тела, и через несколько дней оно вернется в прах, из которого вышло. Но дух… Как только дух начинает существовать с разрешения Бога, после этого он уже будет существовать всю вечность. И он будет существовать с Богом. Или же он будет существовать в аду со своим отцом-дьяволом. Нет какого-то положения посередине. Когда человек принимает Иисуса Христа как Господа своей жизни, его дух рождается свыше, заново. Воссоздается силой живого Бога. Внутри это уже новый человек. Древнее прошло, и все стало новым, и оно все от Бога. Где раньше внутри вас был страх, там сейчас есть вера. Вы можете по-прежнему помнить, как иметь страх. И страх может работать в вашем мышлении, но внутри вас нет источника страха, ежедневно производящего страх. Там внутри у вас есть вера. Если вы будете вкладывать туда слово Божье, вы можете вытеснить оттуда страх. Понимаете? И я хочу, чтобы вы здесь увидели, что когда пришел грех, через грех смерть вошла в человеческую семью. Когда это произошло, на эту землю пришло то, что Библия называет проклятием. Земля была проклята, она уже не работала так, как работала раньше, на ней не было благословения Божьего. Она будет выращивать семя, когда вы в нее сеете, потому что это вечный закон. Но вам придется сражаться с ней двумя руками и самим поливать ее. И одна из причин в том, что грех в конечном счете уничтожил ту систему, которую устроил Бог, чтобы автоматически поливать любое семя, которое кто-либо посеял. У Бога по всей этой земле была система подземного полива. Когда вы что-то сеяли, радиоактивные материалы, которые находились под землей, производили тепло. Все эти радиоактивные материалы как раз и предназначены для того, чтобы производить тепло внутри земли. И разные уровни драгоценных металлов контролировали эту температуру. И вода нагревалась в определенные периоды дня. И когда она нагревалась, она поднималась и поливала корни всей растительности на земле, а потом опускалась, и вся температура на земле была благоприятной и одинаковой. Слава Богу! Вокруг земли была оболочка, и жизнь была приятна. Но в конце концов, грех разрушил эту оболочку. Именно грех и вызвал потоп. Бог не сказал, вот что, в один прекрасный день я там все порву. И в конце концов, встал в один день и сказал, этот день настал. Нет. Библия говорит, что земля наполнилась грехом. И когда это произошло, оно просто взорвало и уничтожило эту систему. Чуть не уничтожило эту планету во время того, что мы с вами знаем, как Ноев потоп. Это проклятие пришло на землю. Каждый человек, рожденный на этой земле, был тогда и остается сейчас подвержен ему. Аминь. Вот откуда пришел весь страх. Когда Адам согрешил, то, что в нем было верой, превратилось в страх. Потому что теперь он был подключен к дьяволу. Теперь он был подключен к вечной смерти. Он больше не был подключен к Богу. То, что в нем было любовью Божьей, когда Бог сотворил его, превратилось в ненависть. То, что было радостью, превратилось в разочарование, сомнение и неверие. Итак, заметьте, здесь говорится, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». И мы только что прочитали здесь, в 9-10 стихах 30 главы Второзакония. Что Бог сказал, что то, как Он предложил нам жизнь и смерть, записано в этой книге. Он записал это и сказал, «Это убьет вас, а благодаря этому вы будете жить». Истина в том, что Бог не предлагал людям смерть. Она пришла, когда Адам согрешил. И она здесь, мои братья и сестры. Богу не нужно делать вас больными. Начнем с того, что Он этого не делает. Но Ему не нужно делать вас больными. Просто идите и поживите какое-то время в этом мире. Богу не нужно наводить на вас нищету. Нищета уже здесь. Именно поэтому вы работаете день и ночь, чтобы не быть банкротами. Вы знали, что Библия говорит вам, как оказаться в нищете? Да. Она говорит, лечь в постель и поспать. Разве не это там говорится? Фактически, она не говорит, что вам не нужно оставаться в постели. Достаточно просто вздремнуть столько-то раз в день, и бедность придет на вас, как вор ночью. Вы обратили внимание, как по его словам она на вас придет? Почему? Она здесь. Она здесь на тот случай, если вы не заметили. Но затем религиозные люди и бесы заставили религию увести нас от вещей Божьих. Все перекрутили и выставили все так, как будто Бог навел на кого-то что-то. И в Ветхом Завете не было никакого откровения о дьяволе, поскольку он был господином. Сложно было кому-либо получить значительное откровение о нем. Они следовали за ним. Ничего не могли с этим поделать. Духовно они по-прежнему были подключены к нему. И единственное, как они могли выйти из-под него, это через этот завет крови в крови животных. И Бог сказал, вместо того, чтобы убивать людей, я возьму это как цену за грех, кровь животных. Но затем, когда пришел Иисус и пролил свою кровь, он победил лазь греха, повесил это железное рмо на шею дьявола и сказал ему, любой человек, который выберет меня своим господом, ты ничего не сможешь тут поделать. Ты даже не сможешь спорить об этом. Когда человек преклонил колено перед сатаной в Эдемском саду, сатана потребовал, чтобы все люди впоследствии этого умерли. Но когда Иисус воскрес из мертвых, праведность пришла на всех людей. Так говорится в послании к римлянам. Но разница между Богом и сатаной в том, что Бог потребовал, чтобы у каждого человека был выбор. Он не потребовал, чтобы все люди были сделаны праведными в Боге. Но он потребовал, чтобы у каждого человека был выбор. Если вы выбираете Бога благодаря Иисусу, вы искуплены от проклятия. Искуплены от проклятия. Аллилуйя. Оно не имеет больше над вами никакой власти. Это благая весть, не так ли? Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Слово Божье настолько богато. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие всю эту неделю. И Господь, приходя сегодня пред Словом Божьим, мы приходим пред Тобой с ожиданием и с чувством благоговения, потому что это Слово живого всемогущего Бога. И мы благодарим Тебя, Отец, за слова, которые приводят на землю небеса. Мы воздаем Тебе хвалу за чувство принадлежности здесь, потому что Ты послал нам Своё Слово, и мы не отчуждены и не чужды Его. Во имя Иисуса спасибо Тебе за Него, Отец. Аминь. Я говорю о том, что вы держали за то, что есть у вас от Бога. Иисус сказал, верующие возложат руки на больных, и они будут выздоравливать. Что ж, держите за свое выздоровление, держите за то, что дал вам Бог. Не судите об этом на основании того, как чувствует ваше тело. Ваше тело не было дано вам для того, чтобы судить с Его помощью о духовных вещах. Ваше тело было дано вам для того, чтобы с Его помощью контактировать с этим естественным физическим миром. Не верьте чему-то просто потому, что ваше тело думает одно или другое. Ваше тело все это время лгало вам. Аминь. И давайте обратимся к 28 главе книги Второзакония, и я покажу вам, почему я через все это вас провел. И сейчас мы увидим это записанным. Первая часть 28 главы Второзакония. Помните, я говорил вам про доктора Янга, про симфонию Янга, и о некоторых вещах в отношении иврита. В советах, подсказках к толкованию Библии доктор Янг отмечает тот факт, что когда делался английский перевод Библии, в частности, тот перевод, который мы знаем как перевод короля Иакова, на тот момент древнееврейский язык был мертвым языком. Тогда на нем говорили только в синагогах. И за исключением какой-то горстки людей, в основном на нем говорили фонетически. Другими словами, в синагоге были определенные вещи, которые должны были делать определенные люди. И по своему рождению вы могли быть гражданином Италии или Франции или Германии или другой страны. И что касалось языка, то вы говорили на иврите только на Пасху или еще в каких-то случаях. И вы знали, что означали эти слова. Но, выходя на улицу, вы переходили на немецкий или другой язык, на котором говорили все остальные. Другими словами, он был мертвым языком. Его не использовали для того, чтобы общаться с его помощью в качестве национального языка. Поэтому доктор Янг указывает на это, что при переводе Библии, в данном случае на английский язык, они не понимали. И многие не понимают и сегодня, что в иврите есть не только причинные глаголы, но и позволяющие, разрешающие глаголы. И они перевели их все как причинные глаголы. Другими словами, если говорилось, что что-то произошло, значит, это сделал Бог. И в некоторых местах это было переведено правильно, а в некоторых стихах нет. И это не было виной Бога, начнем с того, что Он поместил там это правильно. И затем, конечно, когда родилось государство Израиль, и иврит снова стал разговорным языком, он снова стал живым языком, и сейчас он общедоступен, но тогда он не был таковым. И вот как это было написано Богом. Помните, я сказал, мы читали в 30-й главе книги второзакония о том, что Бог сказал, «Если вы будете слушать, если вы будете прислушиваться, я поместил пред вами жизнь и смерть». И Он поместил это пред нами в этой книге, поскольку оно уже было в этом мире. Бог не принес смерть, она уже была в этом мире. Он записал в Библии и поместил это перед нами. И послушайте 1 стих 28-й главы. «Если ты будешь слушать глаз Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». И посмотрите на 2 стих. Вот ключ к этому. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего». Там не сказано, что Он возложит их на вас. Там говорится, что они придут на вас. Они уже там. Бог уже высвободил их. Он высвободил их еще до того, как дьявол хватился за все это. Именно Божьи законы сотворили эту вселенную. Эти благословения здесь. Дьявол не может удалить отсюда эти законы. Все, что он когда-либо мог сделать, это исказить их, так что они работают против вас, а не на вас. А теперь перейдем к 15 стиху. «Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего, а где его голос?» Прямо здесь. В 30 главе второзакония говорится, «То, что написано». Это записанное слово. Помните, Иисус сказал? «Написано». Именно этим Он и сражался с дьяволом в пустыне. Итак, это голос Божий. «Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его, и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Почему? Они в этом мире. И если вы отступаете от того, что Бог сказал сделать, тогда вы окажетесь на территории дьявола. Я вам гарантирую, вам гарантирую, что это проклятие вовлечется в вашу жизнь. Здесь нет какого-то среднего положения. Я показал вам все это потому, что сейчас хочу показать вам следующее. «Посмотрите на 22 стих». «Поразит тебя Господь чахлостью». Подождите минутку. Это причинный глагол. Понимаете? Он никого не поражает. Что здесь сказано? Здесь сказано, что чахлость есть в этом мире. Она находится под проклятием. Она в этом мире ждет вас. Если вы не будете слушать Бога, и вы не будете ходить так, как Бог говорит вам ходить, вы окажетесь там и попадете в это. Мой дедушка выражал это очень просто. Он говорил, «Парень, если ты будешь играть в грязи, ты испачкаешься. Ты будешь в грязи». Мне однажды хорошенько досталось. Мама сильно меня отшлепала, потому что я залез в яму с грязью за дедушкиным домом. Это было в Филтоне, в том старом доме. И я залез в тот пруд. Люди в Техасе называют прудом искусственные водоемы. Потому что в западном Техасе у нас нет естественных прудов. Вам нужно самим их выкапывать. И у моего дедушки был такой пруд. И грязь на дне того старого пруда. Говорю вам, что-то такое илистое, мерзкое и зловонное от этой грязи, от этой старой грязи исходил такой запах. И я не мог удержаться, чтобы не залезть в этот пруд. И я залез и начал играться в нем. И когда я вылез, вся моя воскресная одежда была испачкана. И тогда я понял, что у меня будут большие проблемы. Я был чем-то похож на Джона. Джон подошел ко мне, когда ему было 12, и спросил папа, почему мне никогда не хочется каяться до тех пор, пока не согрешу. Я ответил, я не знаю, Джон, но я был таким же, как ты. И моя мама хорошенько меня отшлепала. У меня были проблемы. И я вышел, плача. И мой дедушка сказал, незачем плакать, парень. Я сказал, мама, просто. Он ответил, твоя мама в этом не виновата. Твоя мама не виновата. Он сказал, нет, незачем плакать. Если ты лезешь играть в этой грязи, то ты будешь грязным. Это было глубоким откровением. Итак, именно это Бог здесь и говорит. Если вы будете играть там с дьяволом, знаете, что вы получите? Смерть. Думайте, как он, говорите, как он, поступайте, как он, и он обяжет вас и убьет вас. Дьявол крадет, убивает и губит. Это то, чем он занимается. И здесь говорится, что если вы не слушаете глаза Господа, Бога вашего, на иврите это местописание в действительности говорит, что Господу придется позволить вам быть пораженными чахлостью или чахоткой. Вам незачем жить, как дьявол, говорить, как дьявол, валяться там в этом проклятии, а потом приходить к Богу и спрашивать, а откуда у меня взялась эта чахотка? Боже! Бог постоянно вам говорил, я предложил тебе жизнь и смерть. Если ты будешь ходить в этом и проводить в этом все свое время, ты сляжешь с этим. Так что же мне теперь делать? Покаяться! Развернуться на 180 градусов, пойти в другом направлении, взять власть над этим, выбраться из этого и потом держаться от этого подальше. Это не так уж трудно понять. Но это что-то глубокое, когда вы начинаете углубляться здесь в это, понимаете? И во всей остальной части этой 28 главы Второзакония записано проклятие закона. Именно поэтому мы начали с 30 главы. И там Бог сказал, я записал это. И сейчас я здесь в 28 главе, где он это записал. Он сказал, если вы будете слушать меня, давайте вернемся, прочитаем сейчас первую часть. Он сказал, если вы будете слушать Бога, прислушиваться к Нему, благословен ты в городе и благословен на поле, благословен плод чрева твоего, плод земли твоей, плод скота твоего, плод твоих валов и плод овец твоих, благословенны житницы твои, кладовые твои, благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем, поразит перед тобой Господь врагов твоих, выстающих на тебя и так далее. Он сказал, что пошлет благословение на ваши житницы. Слава Богу! Аллилуйя! Это хорошая вещь. Но затем он приходит сюда, где говорит, что будет, если вы не будете слушать. И у них была проблема, потому что это проклятие имело власть. Его господин дьявол и лидер имел власть. И у них было немного способов противостоять ему. Если вы выходите из-под заповедей Божьих, если вы выходите из-под этого, я хочу, чтобы вы знали, сатана убьет. Он будет убивать вас. Он уничтожит целую нацию еще до того, как они узнают, что с ними происходит. Я научился с годами обращаться к 28 главе второзакония и отыскивать в ней ту ситуацию, которая атаковала мою жизнь или атаковала мое тело. Помните, там сказано, что эти проклятия придут на тебя. Давайте обратимся к 3 главе послания Галатам. Помните? Мы говорим о том, чтобы держаться. Посмотрите на 13 стих. Христос, давайте переведем это слово, помазанный и его помазание, искупило нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись за нас клятву или проклятием. Ибо написано, 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 проклятсяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Иисуса помазанного и через его помазание распространилось на язычников, чтобы нам получить обетование духа верою. Это означает, что я могу обратиться к 1-м 14 стихам 28 главы Второзакония. Благословен этот, благословен тот, благословен при выходе, благословен при входе, благословены жительницы твои. Я могу предъявлять права на каждое из этого списка, потому что это Божие обетование, данное Аврааму, и я его семя, поскольку я сделал Иисуса Господом из жизни, это мое. Откройте сейчас послание к римлянам. Не знаю, есть ли у этих стульев ремни безопасности, но вам лучше их пристегнуть сейчас. Восьмая глава послания к римлянам. Первый стих. Итак, нет ныне. Скажите, ныне. Сейчас. Ныне. Сейчас. Каждый раз, когда вы говорите сейчас, это сейчас. Сейчас, а не какое-то время назад. Каждый раз, когда вы говорите сейчас, оно обновляет само себя. Сейчас. Прямо сейчас. И не важно, как плохо вы себя чувствуете. Не важно, насколько придавленными этим вы себя чувствуете. Не важно, что вам устраивал дьявол. Не важно, как ужасно вы внутри себя чувствуете. Не важно, какими подавленными или какими угнетенными вы себя чувствуете, или как вам совершенно не хочется когда-либо снова слушать очередную кассету с проповедью Кеннета Копленда. Я больше не хочу этого слышать. Возьмите свою Библию, откройте ее на послании к римлянам, и она скажет, ныне, сейчас, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Аллилуйя! Слава Богу! Если я свободен от Него, как ты смеешь пытаться наводить Его на меня? Я не завишу от этого закона, я был искуплен от проклятия. Если вы почитаете, вы увидите, о чем проповедовал Иисус. Если вы были на прошлом собрании, то мы читали. О чем Он проповедовал? Он сказал, «Ду, Господи, на мне, ибо Он помазал меня проповедовать Евангелие нищим». Нищета находится под проклятием закона. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Быть сокрушенным сердцем – это под проклятием закона. Он послал меня проповедовать пленом освобождения. Что ж, плен был под проклятием закона. Берите и читайте это для себя в 28 главе Второзакония. Там говорится, у вас будут сыновья и дочери, и они будут взяты в плен другим народам. И на их шею будет возложено железное эрмо. Все, что, как он сказал, он был послан делать, все, с чем он был послан и помазан разобраться, находилось под проклятием. И вы будете говорить мне, что Бог хочет, что вы сейчас были под этим проклятием? Перестаньте. Посмотрите реально на вещи. Начнем с того, что он никогда не хотел, чтобы вы были под проклятием. И уж, конечно же, не хочет сейчас, когда Иисус заплатил цену и победил, это проклятие в самом аду. Я хочу, чтобы мы вернулись к первому посланию к фессалоникийцам. Давайте еще раз это прочитаем. Потому что я продвинусь на шаг или два вперед. И затем мы будем активно поступать на основании этого. Еще раз, первое послание к фессалоникийцам. Фактически, я прочитаю здесь. Давайте начнем. Помните, я начал с этого местописания, с 21 стиха. Там говорится, держитесь. Держитесь, держитесь. И я напомнил вам, что в послании к евреям говорится, взяться, ухватиться. Взяться, ухватиться за предлежащую надежду. Ухватиться за те вещи Божьи, которые предложены вам. Как они вам предложены? Они написаны. Они написаны. Жизнь и смерть предложил я вам. Поэтому вы изберите. Или мы могли бы сказать так. Поэтому вы ухватитесь за жизнь. Вы ухватитесь за нее. Не отпускайте ее. Держитесь. И он перечислил здесь некоторые вещи. Прочитайте 9 стих 5 главы 1 Фессалоникийцам. Бог определил нас не на гнев. Я решил здесь большой вопрос. Бог определил нас не на гнев. Период скорби, друзья. Это гнев Божий. И вы можете делать, что хотите. Я ухватываю за это. Я не останусь на этот период скорби. Хотите, можете здесь оставаться. Пока я здесь, я буду изо всех сил стараться доносить до вас это. Но когда наступит этот день, все, я ухожу отсюда. Это не значит, что я какой-то жестокий. Но не я ваш спаситель. Я просто ваш проповедник. Иисус уже прошел через все это для меня. И я ухожу отсюда. Ухожу. Аллилуйя. Я не хочу теологически спорить об этом с вами. Забудьте об этом. Если вы собираетесь спорить со мной об этом, идите и спорьте с собой. Потому что я не буду с вами об этом спорить. Но я не останусь на этот гнев. Мы пожинаем сейчас, в этом маленьком отрезке времени, между шестью тысячами лет, которые уже завершились, и тысячелетним правлением Иисуса. Мы сейчас находимся в этом маленьком отрезке времени, и земля начинает наполняться славой Божьей. Мы с вами пожинаем шесть тысяч лет Божьего обетования и две тысячи лет проповеди Евангелия. И все эти семена проповеди должны прорасти до завершения этого периода скорби. Этот период скорби, который продлится семь лет, является жатвой шести тысяч лет гнева, который пока еще не изливался. Иисус сказал, что никогда не было такого времени, как это время. И никогда больше не будет такого времени. Вы никогда не видели гнева Божьего? О, здесь пронесся смерч, это был гнев Божий. Перестаньте. Это не был гнев Божий. Если бы это был гнев Божий, там бы от всего одно мокрое место осталось. Не думайте, что вы когда-либо видели гнев Божий. Вы даже не представляете, чему подобен гнев Божий. Он никогда еще не изливал свой гнев. Он собирается его излить, поскольку семена этого сеялись на протяжении шести тысяч лет. У него нет выбора. Это записано в этой книге. Но знаете что? Когда этот период скорби закончится, больше не будет гнева. Знаете почему? Бог изольет его весь. Его счет будет оплачен. Счет будет оплачен. И на этом оно закончится. Все оставшееся время он будет проводить, играя со мной. И с вами, если вы только не отлучитесь куда-то, делая что-то другое. Я не отлучусь. Слава Богу. Аминь. Я хочу пожать урожай того, что приобрел и за что заплатил Иисус. Аллилуйя. Хорошо. Все то, что здесь перечислено. Умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с ним. Посему вещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Посмотрите на фразу, назидайте один другого. Если вы хотите держаться за то, что у вас есть, начните помогать другим людям. Начните созидать их вместо того, чтобы подавлять их и постоянно говорить, опуская. Когда вы читаете эти вещи, Он говорит вам, что делать? Держаться хорошего. Он говорит вам, увещевайте друг друга и назидайте один другого. Просим же, братья вас, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. За дело их. Не за их индивидуальность, не за ту одежду, которую они носят. Не за их деноминацию, но за тот факт, что Бог помазал их. Итак, что Он вам здесь говорит? Я скажу вам, что именно Он говорит. Вы не можете держаться за хорошее. Вы не можете держаться за свое исцеление. Вы не можете держаться за благословение Божие. Вы не можете держаться за благословение Авраама. Другой рукой держать за то, чтобы критиковать всех проповедников. вам придется перейти к тому чтобы назидать людей большинство из вас знает джеймса робинсон джеймс является мужем божьим и однажды один человек в его присутствии начал говорить обо мне вы слышали что сказал этот копланд понимаете и джеймс является достаточно большим человеком скажу вам мы с горе знаем джеймса и бетти и скажу вам он может стоять даже не поднимаясь на носочки и смотреть поверх моей головы не обращая на меня никакого внимания он очень большой высокий джеймс потянулся и схватил того человека за руку и он сказал и просто сказал брат и когда джеймс схватил его ему уже некуда было деться джеймс сказал я вижу у вас на сердце брат копланд этот человек в той комнате было несколько человек и джеймс сказал извините меня у этого брата есть на сердце желание помолиться за брата копланда поэтому мы сейчас все за него помолимся давайте брат помолитесь за брата копланда и тот человек сказал о боже я прости меня господь и он сокрушился и помолился за меня понимаете у джеймса хватило мудрости вытащить его из этого до того как оно причинило бы ему вред и это не означает что я должен вам нравиться это не означает что вам должно нравиться что-либо в отношении меня но не занимайтесь критикой даже если кто-то и наломал дров помните давид не трогал саула даже после того как саул стал одержимым бесами потому что если бог когда-то помазал его я не буду его трогать и давид не делал этого он сказал нет это будет стоить мне жизни трогать его и он просто этого не делал он не делал этого нет и так вы не можете держаться за хорошее держась за критицизм вы не можете держаться за хорошее держать за непрощение вы не можете держаться за хорошее, держась за то, что на этот счет чувствует ваше плоть. В какой-то момент вы должны противостать всему этому и быть готовыми сделать это вслух, так, чтобы вы могли слышать это своими ушами, как это выходит из ваших уст. Итак, держаться. Мы могли бы читать все это. Фактически, давайте прочитаем, начиная с 14 стиха. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Что это значит, быть долготерпеливыми ко всем? Быть терпеливыми, это не значит мириться с чем-то или сносить что-то. Это не то, что означает слово, переведенное с греческого языка, как терпение. Помните послание Иакова? Фактически, откройте послание Иакова. В послании Иакова Слово Божие говорит в самой первой главе. Послание Иакова, первая глава. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, проверки и испытания. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. О, это означает держаться этого. Держитесь того, что является правильным. Стойте на Слове Божьем. Оставайтесь неизменными, непоколебимыми, постоянно одними и теми же, изо дня в день. Слово Божие никогда не изменяется. Бог никогда не изменяется. Поэтому вам нужно встать на Слово Божие, чтобы вам никогда не нужно было изменяться. Оставайтесь неизменными. Я имею в виду, что каждый день вы просыпаетесь в новом мире плоти. Ваша плоти чувствует, как будто что-то стало другим. Каждый раз, когда вы встаете с кровати. Но стойте на Слове Божьем. Слово Божие говорит о вашем исцелении то же самое, что говорило вчера. Оно говорит о вашем процветании то же, что говорило вчера. И завтра оно будет говорить точности то же самое, что вы искуплены от проклятия. И благодарение Богу вы освобождены от закона греха и смерти. Оно будет говорить это независимо от того, верите вы в это или нет, ходите вы в этом или нет. Вы можете умереть и пойти в ад, а Библия по-прежнему будет истиной. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово О, Слово Божие настолько богато Мы благодарим Тебя за Твое присутствие всю эту неделю И Господь, приходя сегодня перед Словом Божьим Мы приходим перед Тобой с ожиданием и с чувством благоговения Потому что это Слово живого всемогущего Бога И мы благодарим Тебя, Отец, за слова, которые приводят на землю небеса Мы воздаем Тебе хвалу за чувство принадлежности здесь Потому что Ты послал нам Своё Слово, и мы не отчуждены и не чужды Его Во имя Иисуса, спасибо Тебе за Него, Отец Аминь Откройте послание Иакова Давайте прочитаем первую главу Посмотрите, что говорится в 22 стихе Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя Не говорите одно, поступая по-другому Если вы собираетесь ходить в Божьих вещах, слава Богу Ходите в Божьих вещах, независимо от того, есть кто-то рядом или нет Ходите в этом, потому что это правильно так делать Потому что это правильно, и делайте это только потому, что это правильно И затем делайте это правильно Неважно, кто об этом знает и кто не знает Делайте это правильно Если вы сразу не делаете это правильно, у вас не будет времени переделать это, когда оно сломается Вкладывайте в это все, что у вас есть Аминь А вас должны говорить О, скажу вам одно об этом Фредди Сантосе Я упомянул о Фредди, потому что знаю людей, которые живут там, где живет он Я знаю, что они так о нем говорят Я скажу вам одно об этом Фредди Сантосе Что вы видите, то и получаете Поскольку он именно такой Когда вы приходите в его компанию, занимающуюся шинами Придите туда утром, придите туда днем, придите туда вечером Фредд и его семья остаются неизменными Он помолится за вас в любое время, в любом месте Они такие Всегда ли он был таким? Было время Было время, я не буду вспоминать об этом времени Но я знаю Фредда Джерри Савелл знает Фредда Мы много знаем об этой семье И именно так люди об этой семье и говорят Скажу вам одно Что вы видите, то и получаете Я имею в виду, что они живут тем, во что верят И все знают, что это правильно Тем не менее, у людей возникают с этим проблемы Потому что они не поняли, что у нас есть карта дорог Которой мы можем руководствоваться Вы не должны это делать просто потому, что вам кажется это правильным Это написано Вот где сила Прямо здесь Держитесь Нет, нет, нет Я должен вернуться к этому Господь не дает мне переключиться с этого Будьте же исполнители слова А не слышатели только обманывающие самих себя Ибо кто слушает слово и не исполняет Тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он Но посмотрите дальше Кто вникнет в закон совершенный? Совершенный закон Что такое закон? Закон это что-то утвержденное, что бесспорно и работает каждый раз Всегда Каждый раз, когда оно приведено в действие Кто бы ни приводил его в действие Закон совершенный Закон свободы Мы были искуплены или освобождены от проклятия закона Ибо закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня Дал мне свободу Дал мне свободу Сделал меня свободным от закона греха и смерти Свободным от закона греха и смерти Иисус сказал Прибудьте в Слове Моем, и вы истинно будете Моими учениками И вы познаете истину, и истина сделает вас свободными Там не говорится, что она освободит вас Это мы так говорили Иисус сказал нет Он сказал Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными Если Богу понадобится, Его Слово поднимет вас, вырвет вас И вернет вас обратно туда, где вы и должны быть Оно сделает вас свободными И люди будут удивляться, как вам вообще удалось выбраться из той неразберихи. Совершенный закон свободы. И в послании Галатам 5.1 сказано, «Стойте в свободе, которой вы призваны». Позвольте у вас кое-что спросить. Вы сделали Иисуса Христа Господа в вашей жизни, верно? Вы это сделали? Разве не Бог призвал вас к себе? Разве вы не чувствовали призывы к Иисусу? Вы сделали Его Господом в вашей жизни? Вы знали, что Он призвал вас к свободе? Он вызвал вас из... Он отозвал вас от греха. Он отозвал вас от болезни. Он отозвал вас от нищеты. Он отозвал вас от всей этой ерунды. Он призвал вас и предложил вам на выбор жизнь и смерть, благословение и проклятие. И сказал, «Идите сюда, слушайте это, прислушайтесь к этому, ходите на основании этого, стойте на этом, держитесь за то, что у вас есть». Что у вас есть? Свобода, свобода, свобода. Если Сын сделал вас свободными, то вы истинно свободны. Так говорит Слово Божье. И то, что есть в этом мире, дьявол будет пытаться связывать вас всем тем, чем он только сможет вас связать. Особенно, если вы совершаете ошибки, вы оступаетесь и запутываетесь. Но Бог простит вас, брат. Одной из частей этого завета является то, что если мы согрешаем, у нас есть защитник перед Отцом, праведный Испус Христос, который верен и праведен, чтобы не только простить нам наши грехи, когда мы их исповедуем, а не спустя шесть месяцев, но и очистить нас от всей неправедности. Исповедуйте свой грех и вернитесь на правильный путь. Не бегите от Бога, когда вы согрешаете, бегите к Нему. Я однажды сказал это одному проповеднику, и он из-за этого так на меня разозлился, что больше со мной не разговаривал. И позже я узнал, что причиной тому было то, что у него в жизни было много греха. Но в тот момент я этого не знал. Я молился с Ним, просто молился за Него, и я, по сути, не сказал это непосредственно Ему. В действительности я сказал это Богу, но это просто вышло из моих уст. Я сказал, Господь, я хочу, чтобы Ты открыл этому брату. Боже, я имею в виду, что я чувствовал бремя за Него, я испытывал боль за Него. Он испытывал боль, и я испытывал боль. Я испытывал там боль за Него, понимаете? И Он не ухватывался за то, что я говорил. И вам от этого тяжело. Это то, что огорчает Духа Божьего. Когда Бог движется, что помочь вам, а вы Его не слышите. Это огорчает Его. Почему? Потому что Он был послан сюда, чтобы помогать вам. Если вы не позволяете Ему этого делать, это огорчает Его. Для Него это потеря. И тот человек не ухватывался, и я начал молиться. Я сказал, Отец, пожалуйста, покажи Ему. Я скажу вам, я знал это только потому, что Бог послужил мне этим всего за пару недель до этого. Я сделал то, что не должен был сделать. Я проповедовал в одном месте, и когда пришло время вечернего служения, я не хотел на Него идти. Господь спросил, почему я не понимаю? Не говори, что ты не понимаешь. Я сказал, ты знаешь, что я сделал? Он ответил, нет, нет. Я сказал, Господь, это было всего два часа назад. Я все испортил и сделал то, что ты сказал мне не делать. Я просто чувствую себя ужасно из-за этого. Я говорю тебе прямо сейчас, я не пойду сегодня вечером проповедовать. Я не буду стоять перед собравшимися там людьми. Я сделал глупое заявление, сказав, я просто недостоин того, чтобы идти туда и проповедовать. И он сказал, ты никогда не был достойен это делать. О, Господь, мы такие недостойные. Подождите минуточку. Бог это знает. Вы это знаете. И я это знаю. Что еще нового? Но понимаете, кровь Иисуса сделала нас достойными. Это часть данного завета. Кровь Иисуса. Это все меняет. И вот тогда-то, в тот день, Господь мне это и сказал. Он спросил, ты исповедовал этот грех? Я ответил, да. Он спросил, ты стоял на Слове Божьем, когда исповедовал свой грех? Я ответил, да. Он сказал, Кеннет, позволь тебе кое-что сказать. Его, что я сказал перед тем проповедником. Господь сказал, твой грех нисколько дьявола не касается. Твой грех – это уже мое дело. Ты принадлежишь мне. И с этого дня, если ты согрешаешь, беги ко мне, сын. Не сиди в этом грехе. Не мирись с ним. Беги ко мне. Я узнаю об этом грехе не тогда, когда ты его исповедуешь. Просто в этот момент ты от него избавляешься. Я сказал в своем Слове, что я верен и праведен, чтобы простить тебе твой грех и очистить тебя от всей неправедности. Снова встань на колени и покайся сейчас за то, что ты был таким глупым. А потом вставай, и тебе нужно проповедовать сегодня вечером. И угадайте, о чем я проповедовал. Первое послание Иоанна, первая и вторая глава. Он верен и праведен, чтобы простить нам наш грех, слава Богу. Я проповедовал в тот вечер свою победу. И вот я молился за того проповедника. Я сказал, Господь, пожалуйста, открой этому человеку, что дьявол и его грех нисколько не касается. Что? И он перебил молитву и сказал, знаете, что я не согрешал. Что ж, Слово Божие говорит, что если человек говорит, что он не согрешал, истины нет в нем. И я не мог, понимаете, я не мог ему помочь. Позже он все-таки получил некоторую помощь. Но он по-прежнему практически не хочет иметь со мной ничего общего. Меня это беспокоит, потому что он мне нравится. И он изменит свое мнение. И ему просто немного стыдно. Он еще ребенок. Но он изменит свое мнение, слава Богу. Вы следите за ходом моей мысли. Вы ухватываетесь за то, о чем я сейчас говорю. Держитесь. Держитесь, держитесь, держитесь. Встаньте сейчас. Не закрывайте это место. Возьмите свою Библию. Возьмите свою Библию. Возьмите свою Библию. Не начинайте собираться. Вы еще не готовы уйти. Возьмите еще раз на послание Галатам. Я покажу вам, как здесь кое-что делать. Я видел, как исчезали раковые опухоли, когда я это делал. Разные немощи и болезни, о которых вы только можете подумать. Покидали мое тело, когда я это делал. Происходили сверхъестественные финансовые чудеса. Я имею в виду, что в то время, когда я физически это делал, происходили наиболее необычные, чудесные случаи. Не только на собраниях, но во время моего личного молитвенного времени. В моей молитвенной комнате. И в разных местах. Разные вещи. Но это тот процесс, которому я научился в 1967 году. Когда мы только начинали. Я научился, как это делать. И это настолько сильно. Послание Галатам, 3 глава. Хорошо. Сейчас давайте вернемся. Не закрывайте это место. Давайте вернемся к 28 главе книги Второзакония. Давайте прочитаем 32 стих. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть и всякий день истоевать о них. И не будет силы в руках твоих. Другими словами, как бы сильно вы ни боролись, вы ничего не сможете с этим поделать. И вы знаете, что это проявляется каждый день? Вы видите фотографии детей на досках объявлений. Люди боятся ездить в большие магазины, потому что кто-то может украсть их детей. Кто-то может увезти их, продать их, забрать их, изнасиловать их и убить их. Для меня это звучит достаточно актуально. Хорошо. 32 стих. Вместе прочитаем его. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть и всякий день истоевать о них. И не будет силы в руках твоих. Теперь скажите это. Это находится под проклятием. Не закрывайте это место и откройте послание Галатам 3.13. Прочитаем. Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись за нас клятву или проклятием, ибо написано проклятие, как висящее на древе. Теперь вернемся к 28 главе в Тверозаконии. То, что мои сыновья и дочери будут украдены, находится под проклятием. Скажите это. Но я искуплен от проклятия. Я искуплен от того, что мои сыновья и дочери будут украдены. И смотрите, как я это делаю. Просто посмотрите, как я это делаю. Я говорю, смотри, дьявол, и читай это перед тобой. И я говорю тебе прямо сейчас. Бог, как на небе, так и на земле, предложил мне жизнь и смерть. И сегодня я выбираю жизнь. Смерть находится под проклятием закона. Бог, во имя Иисуса, здесь говорится в твоем слове, что то, что мои сыновья и дочери будут отданы другому народу. Я ничего не смогу с этим поделать. Это находится под проклятием, и я искуплен от проклятия. Поэтому я заявляю, что я искуплен от того, что кто-то украдет моих детей. Я искуплен. И Богом всемогущим. Дьявол, держи свои руки подальше от моих детей. У меня есть меч на тебя. У меня есть в отношении тебя Слово Божье. Видите, как вы это используете? Держитесь за то, что у вас есть. Держитесь за это. Келли все никак не могла научиться читать. Она запиналась и не могла читать. И она приходила домой и говорила, папа, они просто говорят, я просто не могу, все там читают лучше меня. Я сказал, хорошо, давай обратимся к Библии. Мы прочитали кое-что из вот этой главы. Затем я повернулся и сказал. Теперь, Келли, ты видишь это? Ты искуплен от этого. Я открыл Евангелие от Марка 11, 23. Я сказал. Иисус сказал, что ты можешь иметь то, что ты говоришь. Келли, теперь послушай меня. Скажи следующее. Я читаю лучше всех в Форт-Уорте, штат Техас. Она сказала, я читаю лучше всех в Форт-Уорте, штат Техас. И мы открывали то одно место, то второе, то одно, то второе, то одно, то второе. И вот спустя все эти годы у нее теперь четверо своих детей, своя семья. И знаете, они по-прежнему это делают. К концу того учебного года она была лучшей в своем классе по чтению. Лучшей в своем классе. Мы не занимались чуть больше дома. Они не занимались чуть больше в школе. Но она взяла власть над проклятием неумения читать. Говорю вам. Начните верить Богу. Начните исповедовать Слово Божье. Я искуплен от такого рода вещей. Мои дети искуплены от этого. Посмотрите 31 стих. Вала твоего заколют в глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. О, с женою обручишься, и другой будет спать с нею. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Это проклятие. Но я искуплен от этого. Здесь так говорится. Я искуплен от проклятия. Я искуплен от проклятия. Вы когда-нибудь замечали, сколько есть огромных домов, огромных замков? Вы когда-нибудь замечали, как многие из тех людей, которые их построили, так никогда в них и не жили? Многие из тех людей, которые их строили, умерли. Некоторые еще даже до того, как дома были достроены. Другие превратились в музеи или еще что-то в этом роде. Почему? Тот человек был под проклятием. И то, что у него было много денег, еще ничего не означало. Он построил тот большой дом, а затем что-то случилось. Он так и не смог в нем пожить. Но мы искуплены от этого. Аллилуйя. Вы строите церковное здание, вы строите дом. И вам это дается с большим трудом. У вас то здесь, то там возникают проблемы. Буквально в последние несколько дней я занял в отношении этого свою позицию, слава Богу. Потому что мы строим здание, и происходили разные удивительные вещи. Бог послал к нам людей, слава Богу, которые знают, что они делают. И я взял это прямо здесь. Я не собираюсь строить дом, чтобы у меня его потом забрали. Почему? Потому что я искуплен от этого. Я искуплен. Я искуплен от проклятия. Посмотрите сейчас сюда на проклятие закона. Давайте прочитаем 27 стих. Это один из хороших стихов для понимания. Ты будешь поражен проказою египетскую, почечуем, коростую и чесоткой, от которых ты невозможешь исцелиться. Это серьезно. Это ужасно. Будешь поражен сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. Будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в потьмах. И не будешь иметь успеха в путях твоих. Я искуплен от этого. У меня такого не будет. Мне все равно, какой симптом этого прикрепляется к моему телу. Однажды я проснулся посреди ночи. Говорю вам, я неважно себя чувствовал пару дней. Я проснулся посреди ночи, я проводил тогда собрание. Я встал, взял свою Библию и начал ходить по комнате. И я начал читать дьявола. Я пошел кратчайшим путем. Взял 61 стих 28 главы Исаия, точнее 28 главы Второзакония, в котором говорится, что всякая болезнь, всякая немощь, даже не написанная в книге Закона Сего, находится под проклятием. Я сказал, говорю тебе, я искуплен от этого. Я искуплен от этого. Я искуплен от этого. Я искуплен. Я взял свою Библию и просто читал то одно место, то второе, как мы делали сегодня с вами. То одно, то второе, то одно, то второе. Затем я перешел к местам Писания об исцелении. Исаия 53, с 4 по 10 стихе. Затем Евангелие от Матфея 8, 17. И затем, где Господь сказал, что каждый, кто будет видеть Слово Божие своими глазами, слышать Слово Божие своими ушами, говорить Слово Божие своими, понимать Слово Божие своим сердцем и обратиться, я исцелю его. Затем первое послание Петра 2, 24. Я прочитал это вслух. И я начал говорить это. Я сказал, во имя Иисуса, я искуплен от проклятия. Я исцеленный. Я не больной, пытающийся исцелиться. Я исцеленный. И дьявол пытается забрать у меня мое исцеление. Я был исцелен с тех пор, как Иисус воскрес из мертвых, и ты не заберешь его у меня. И я начал говорить это. Я сказал, ранами его я исцелился. Иисус взял на себя мои немощи и понес мои болезни. И я искуплен. Я сказал это и повторил это еще раз. И еще раз. Я сказал, вот что я тебе скажу во имя Иисуса. Так или иначе, я не сплю. Мы здесь кое-что подтвердим. Я завтра отправлюсь на это собрание, дьявол. Я буду использовать его для того, чтобы через проповедь удалить тебя с земли. Через проповедь удалить тебя из города. Через проповедь удалить тебя из этой церкви. И во имя Иисуса к тому времени, как я с тобой разберусь, ты пожалеешь о том, что я вообще сюда пришел и попытался навести на меня это проклятие. У меня его не будет. Его не будет на моей семье. Я держусь за то, что дал мне Иисус. Я повторил это еще раз и начал считать. Он взял на себя мои немощи и понес мои болезни. Я искуплен от проклятий и ранами его исцелился. Я повторил это еще раз. И еще раз, и еще раз. У меня болела голова. Я был в холодном поту. У меня все болело. Я просто продолжал говорить это. Казалось, что мне становилось не лучше. Но мне было все равно. Это была схватка. Либо я, либо дьявол. И я знаю, что Слово Божие не изменится. Я знаю, что Иисус не изменится. Я знаю, что Дух Святой не изменится. Я знаю, что все оружие Духа не изменится. Остаемся только я и дьявол. И я не собираюсь изменяться. Поэтому остается только он. Я сказал это 839 раз. Ничего не изменилось, за исключением того, что я надрал себе горло. Но вы будете удивлены, сколько раз вы можете повторять что-то, но вы просто продолжаете это говорить. Но я хочу вам кое-что сказать. Кто-то спросит. Почему вам пришлось говорить это столько раз? Я не знаю. Вам придется спросить у Бога. Но скажу вам следующее. Я принял решение, что я не отступлю. А что, если бы это не сработало? Я просто бы умер там, в той комнате. Наверное, потому что я говорил бы это до победы. И как сказал Брат Хейген, если вы решительно настроены стоять здесь вечно, вы, вероятно, не будете стоять слишком долго. Но когда я сказал это 840 раз, сила Божья пронзила меня от пят и прошла через спину до плеч. И я начал бегать и бегать и бегать по комнате. И бегать и бегать. Утром я приехал в ту церковь. Знаете, о чем я проповедовал? О том, что мы искуплены от проклятия. Аллилуйя. Я поехал в одну церковь. Как-то раз я проповедовал в одну церковь в Оклахоме. Я приехал туда. И наутро уже приготовился вставать, чтобы ехать проповедовать. Но я настолько плохо себя чувствовал, что не мог встать с кровати. И Глория, Глория взяла меня, подняла и и побрила. И я вот такой. Она одела меня. Каждый раз, когда я разгибался, у меня перед глазами все просто... Я испытывал боль. И в своем уме я не помню, как я оказался в машине. Я не знаю. Я знаю, что она меня не несла. Меня привезли в ту церковь. Я вышел за кафедру. И благодарение Богу. Это была одна из тех старых больших деревянных кафедр. Дьявол спросил, о чем ты будешь проповедовать? Я ответил, ты уже знал, о чем я собирался проповедовать, когда я сюда приехал. Я даже не буду специально спрашивать у Бога, о чем мне проповедовать. Я буду проповедовать о том, что ранами его вы исцелились. Ты не можешь об этом проповедовать, ты слишком болен. То, что я болен, не имеет к Библии никакого отношения. Я могу пойти в ад, а Библия все равно будет истинной и будет говорить, что я не должен туда идти. Мое состояние ничего не меняет. Я сказал, я буду проповедовать об этом. Я начал с первого послания Петра, 2.24. И я прочитал это местописание. Ранами его вы исцелились. И когда я дошел до ранами его вы исцелились, это звучало как, для меня это звучало как ранами его вы исцелились. И я подумал, о нет. И аудитория просто вот так. Я подумал, Боже мой, я теряю сознание, я не могу, я должен проповедовать это, я не могу. Мне некогда терять сознание. Я сказал, оставайтесь на своих местах, я через минуту вернусь. В той церкви мужской туалет был прямо за сценой. Я прошел через комнату для хора и повернул в туалет. Я зашел в туалет и начал кричать. Сатана во имя Иисуса, говорю тебе, я искуплен от проклятия закона. Я исцелен. Сейчас же убери свою руку от моего тела. Я чувствовал себя так же плохо, как и тогда, когда зашел туда. Но, по крайней мере, я облегчил душу. Я спотыкаясь, вернулся назад и прочитал это местописание и просто схватился и начал проповедовать о том, о чем я проповедовал вам здесь сегодня. Держитесь за то, что у вас есть во имя Иисуса. И где-то через 15 минут сила Божья начала течь вниз и вверх по моей спине. Это было похоже на то, о чем я вам только что рассказывал. Я проповедовал 2 часа 15 минут так энергично, как только мог. У нас было служение исцеления, и все присутствовавшие там исцелились. Отец, мы прославляем и благодарим Тебя за Твое Слово. Отец, прости нас во имя Иисуса за то, что мы так скоры на то, чтобы вскакивать и делать, но так медлены на то, чтобы уделять время общению с Тобой и просить у Тебя Твоей мудрости в отношении того, с чем мы сталкиваемся в жизни. Иисус сделан для нас мудростью, и мы так сильно пренебрегали этим даром, что сами создали большинство проблем, о которых взываем к Тебе. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу сегодня. И мы принимаем наше прощение за это. И мы посвящаем Себя тому, чтобы работать над Собой в этой сфере. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Отец, мы просто благословляем Тебя и прославляем Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Вы можете садиться. Давайте откроем сегодня наши Библии на Евангелии от Иоанна. Третья глава. Это говорит Иисус. Он обращается к человеку по имени Никодим. Он был одним из старейшин. Иисус разговаривает с ним один на один. Поэтому это очень особенное время не только для этого человека, но и для Иисуса. И посмотрите, что он сказал в 16 стихе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог... Боже мой, подчеркните эти слова. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Вы можете прочитать это следующим образом. «Бог послал Своего Сына в мир, чтобы мир спасен был через Него». Осудить мир означало бы, что Иисусу нужно было прийти и сказать, «Я здесь для того, чтобы сказать вам, какие вы отвратительные и нехорошие, и что вы пойдете в ад. И если и есть какой-то способ для вас избежать ада, то вам придется остаться со всеми немощами и всеми болезнями. Вам придется научиться уважать и почитать Бога». Почему и как мы вообще построили религию вокруг этой идеи? Иисус никогда такого не говорил. Он никогда этого не делал. Было множество народа. И, конечно, в этом множестве обязательно найдется один болван. Но невозможно, чтобы множество народа собралось то утро и все справедливо заслужили быть исцеленными. Вы сами знаете, что такого не было. Ни один из них этого не заслужил. Они такие же, как и мы. Такое же множество народа. просто в другое время они носили несколько другую одежду. Но они такие же, как и мы. Аминь. Иисус сказал всякого приходящего ко мне, я ни по какой причине не изгоню вон. Почему? Почему Он это сказал? Давайте вернемся к тому, почему мы с вами проводим вместе время на этих собраниях. Почему пришел Иисус разрушить восьмая глава. Он только что нам здесь сказал. Но давайте обратимся к восьмой главе, потому что я хочу еще раз утвердить это. Мы просто должны продолжать обновлять наш разум в отношении этого. В одном месте Писания говорится, что Иисус пришел взыскать и спасти погибших, а в другом сказано, что Иисус пришел разрушить дела дьявола. Да, именно для этого. Есть местописание, которое об этом говорит. Почему Он пришел взыскать и спасти погибших? Почему Он пришел разрушить дела дьявола? Давайте обратимся к восьмой главе Евангелия Утеана. Двадцать шестой стих. «Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня...» Видите это снова? Видите снова эти слова? «Пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Двадцать восьмой стих. «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». И, например, в английском переводе Библии здесь кое-что добавлено курсивом, хотя в данном случае лучше было этого не делать. Поэтому давайте прочитаем это так, как оно звучало бы без добавленных курсивом слов. «Тогда узнаете, что Я есть и что ничего не делаю от себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мной. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Он пришел не из-за дьявола, Он пришел не из-за греха, Он пришел не из-за немощи, Он пришел не из-за болезни, Он пришел не из-за нищеты, Он пришел, чтобы угодить своему Отцу. Единственное, что угодит Отцу, это когда мы с вами свободны от греха, болезни, бесов, страха, нищеты и всего, что принесла на эту землю смерть. Боже мой, Боже мой. Верните сейчас еще раз третью главу Евангелия от Иоанна. Давайте продолжим с того, на чем мы остановились. «Ибо не послал Бог Сына Своего» это 17 стих «в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Верующий в Него не судится. Помните, в послании к Римляну говорится, что нет никакого осуждения тем, которые живут не по плоти, но по духу. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Если Бог собирался осудить нас, не было никакого смысла в приходе Иисуса. Мы уже были осуждены. Аминь. Проклятие уже было здесь. Ему незачем было приходить, чтобы проклинать нас. Проклятие уже было здесь. Он мог бы просто оставаться там, где Он был. И это был бы конец всего этого. Но благодарение Богу Он этого не сделал, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, поймите это, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, или не были изменены или исправлены. И вот что происходит. Если вы придете к свету и примете исправление, изменитесь и будете готовы сказать, Бог, если это твой путь, именно таким путем я и буду идти. Посмотрите на это. А поступающий по правде или поступающий на основании Слова Божьего идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Каждый раз, когда я это читаю, в своем разуме я представляю этот маленький поплавок для рыбной ловли. Маленький поплавок. Он не имеет в себе никакой силы, он всего лишь маленький поплавок. Маленькое ничто. Но на какую бы глубину вы его не опустили, отпустите его, и он сразу же устремится на поверхность. Какой-то маленький поплавок. Это все, чем он является. Но он делает то, что он делает. И вы можете опустить его на 30-метровую глубину, отпустите его, и он начнет всплывать на поверхность. Когда вы начинаете поступать на основании Слова Божьего, неважно, насколько глубоко дьявол куда-то вас затянул, неважно, в какой глубокой яме вы находитесь, неважно, какие вы измотанные, избитые, израненные, больные, сломленные, страдающие, находящиеся в рабстве, избитые чуть ли не до смерти. Развернитесь и устремитесь к этому свету. Начните поступать по Слову Божьему. Хоть немножко. И вы всплываете на поверхность. Все бесы в аду не могут это остановить. Как бы дьявол вам об этом не лгал. И что бы он вам об этом не говорил? Если бы он мог сделать все то, что, как он говорит, он может сделать, он бы убил вас за пять секунд до того, как вы родились выше. Он никак не может помешать произойти этому рождению свыше. Как только вы приняли решение сделать Иисуса Христа Господом в вашей жизни. Все, что он может сделать, это стоять и смотреть, как оно происходит. Потом подождать немного и начать лгать и говорить вам, что, возможно, вы этого не получили. Если бы он был таким лихачем, каким себя выставляет, он бы просто уничтожил вас за десять секунд до того, как вы успели родиться свыше и бросил бы у вас в ад. И на этом был бы конец. Он не мог этого сделать. И он не может сделать все остальное, что, как он говорит, он может сделать. Ему необходимо ваше полное сотрудничество, иначе он ничего не сможет сделать. Знаете, в мире происходит много всяких кризисов, которые никогда бы никак вас не затронули, если бы вы просто выключили телевизор. Вы переживаете о том, о чем вы даже бы не знали, если бы вы не получали все новости из мира. Выключите телевизор, вам не нужно все это. Вы скажете, ну мне хочется знать, что будет с правительством. Я скажу вам, что будет с правительством. Они пожнут то, что сеет. Кто-то не кается. У меня есть для вас новость. Нет ни одной политической администрации, которая когда-либо... Вы меня слышите? Я нисколько не запнулся, не так ли? Под когда-либо подразумевается никогда. Ни у одной политической администрации никогда не было силы решить судьбу какой-либо нации экономически. Эти вещи не в руках политиков. Люди имеют к этому очень малое, а то и вообще никакого отношения. Аминь. Эти вещи в первую очередь происходят в духе. хорошо там все или плохо или то, что с ней происходит зависит от того, что делает церковь. Все начинает улучшаться тогда, когда люди молятся. Аминь. Ну, конечно же, слава Богу. И поймите меня правильно. Нам нужны честные, усердно работающие, боящиеся Бога, рожденные свыше, крещенные Духом Святым люди, потому что они голосуют за характер, а не за какие-то финансовые аспекты. Суть в характере. Губернатор штата Арканзас написал книгу, которая называется «Суть в характере». Характер — это главное. В нем суть. И он объяснил тот факт, что без характера вы не снаряжены для того, чтобы создавать хорошее правительство. Или же, если у вас нет никакого характера, вы не снаряжены для того, чтобы быть пастором церкви. Если у вас нет характера, вы не снаряжены для того, чтобы управлять бизнесом. Если у вас нет характера, вы не снаряжены для того, чтобы быть начальником полиции. Если у вас нет характера, вы не снаряжены для того, чтобы быть тренером футбольной команды чемпиона. Если у вас нет характера, вы не снаряжены для того, чтобы быть лидером мужчин и женщин, какой бы пост вы не занимали. Потому что характер — это единственное, что будет помогать нам всегда голосовать правильно за самое нужное. Аминь. Бог послал Иисуса, именно поэтому Он и пришел. Почему пришел Иисус? Потому что Бог так возлюбил мир. И мы должны обновлять свой разум в отношении той же самой цели для нашего принятия в нашей личной жизни и той же самой цели в нашем служении другим людям. Одно следует за другим. Давайте обратимся сейчас к 26 главе книги Деяний. Наш мотив. Посмотрите, как это произошло. Мотив Бога Отца, Творца. Бог так возлюбил. Это Его мотив. Он так возлюбил, что послал Иисуса. Это Его действие. Он так возлюбил, что послал. И когда Он послал, Он помазал. Снимающие бремена. Это акт любви. Разве не так? Уничтожающие ермо силой. Это акт любви. Дух совета и мудрости. Это должен быть акт любви. Чтобы кто-то такой, как Бог, дал свою мудрость таким, как мы. Дух совета, дух мудрости, дух ведения, дух разумения или понимания. Дух страха Господня. Это помазание. Все это акт любви. И каждый, кто когда-либо смотрел в лицо своего новорожденного ребенка, каждый, кто когда-либо это переживал, может это понять. Если бы у вас было все это, вы бы дали это своему ребенку. И Библия говорит, что мы учимся отцовству и материнству от Бога. Он любящий отец. И только благодаря этому мы понимаем, что значит быть любящим отцом или матерью. Иначе мы понимали бы в этом не больше паука. Они едят своих детенышей. Мы бы... Если бы не Бог, вы знали бы не больше ящерицы. Понимаете? И естественно, человек говорит, что мы произошли от амебы. Я верю, что мы являем собой что-то большее. Я никогда не видел, чтобы амеба оплакивала своего ребенка. Они просто мелочи. И все, что они в жизни делают, это делятся. Аминь. Итак, послушайте. Вот цель Бога. И давайте посмотрим, каков его МД. Каков его метод действия. Он никогда не изменяется. И когда вы его увидите, именно этого вы и сможете ожидать. Бог так возлюбил, что послал Иисуса. Когда он его послал, он его помазал. Именно поэтому его и называли Христом. Слово Христос является переводом еврейского слова Мессия. Которое означает помазанный. Дословно оно означает излить, втереть, нанести толстым слоем везде. Вы можете быть помазаны маслом. То есть слово помазанное не является каким-то особенным. Особенным является то, чем вы помазаны. И мы говорим о том, чтобы быть помазанным Богом, Его снимающими бремена, уничтожающими ермо способностями, силами, превосходящими человеческие. Небесной. Небесной способностью снимать бремена и уничтожать ермо. Советовать и давать мудрость, которая превосходит наши годы и превосходит нашу способность постичь. Аллилуйя. Тому, кто может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Что зарядило энергией и вдохновило это заявление от Духа Святого. Потому что Он только что говорил о том, чтобы вы могли постигнуть, что широта и долгота и глубина и высота, и близко познать любовь помазанного и его помазания. Как я мог это сделать? А тому, кто действующий в нас силы, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Сделать что? Исполнить нас всею полнотою Божьей. Слава Богу, держите меня. Я вот-вот взлечу отсюда, как ракета. Когда я начинаю об этом говорить, я просто не могу устоять. Я окунаюсь в это. Почему? Потому что Он возлюбил меня. Потому что Он возлюбил меня. Бог так возлюбил, что Он послал. И Он послал Иисуса. И кого Он послал, того Он помазал. Хорошо. Посмотрите сейчас 26 главу Деяний. Апостол Павел, как мы говорили на этих собраниях, свидетельствует перед царем Агриппой. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». «Но встань и встань на ноги твои, ибо Я для того и явился тебе». Он должен был сделать это с той же самой целью, что и Бог, поскольку Он сказал, что делает только то, что является целью Бога и что угождает Ему. Поэтому Он собирается послать этого человека что-то делать с той же самой целью, с которой Бог послал его. Иисус является нашим Спасителем, потому что Бог послал Его им быть. Бог хотел, чтобы у нас был Спаситель, поэтому Он послал Его им быть. И Иисус сделал все, что сказал Отец, и совершенным образом угодил Ему. Аллилуйя. Итак, мы продвигаемся еще на один шаг. Иисус сказал, «Я для того и явился тебе». Почему я снова и снова делаю на этом такой акцент? Потому что это то, что угождает вашему Небесному Отцу. И именно поэтому мы должны принять это, поскольку это угождает Ему. Не просто потому, что мы страдаем. Не просто потому, что мы разорены. Не просто потому, что мы больны. Не просто из-за греха. Но потому, что это угождает Отцу. Если вы обращаетесь к Иисусу, основываясь на этом, вы говорите, «Господь Иисус, я представляю Тебе мое тело, чтобы оно было исцелено. Было полностью избавлено от греха, болезни, бесов, страха, нищеты и всего остального проклятия». Я отдаю себя в Твои руки, потому что я знаю, что Твоя цель – угождать Отцу. И я знаю, что это угождает моему Отцу, когда я благословлен и здоров в своем теле. И когда вся эта старая ерунда удалена из моего разума. Я обращаюсь к свету. И я ухожу от этой тьмы. Я обращаюсь к Тебе. «Слава Богу!» Перестаньте о себе думать. «Халлилуйя!» «О, я так страдаю!» «Я так подавлен!» «Я так!» Все небеса это знают. Мне однажды написал один человек. Это была старая религиозная фраза. Он написал Брат Копланд, «Не могли бы вы мне помочь? Мне сложно тронуть Бога моей проблемой». Что ж, звучит хорошо, но это нехорошо. Библия говорит, что на этой земле нет ничего, о чем бы он не знал. Все обнажено и открыто перед ним. Ему дадим отчет. «Тогда почему он ничего в отношении этого не сделает?» «Что вы хотите, чтобы он сделал?» «Что бы вы хотели, чтобы Бог сделал?» «Я имею в виду, что пока вину за это вы возложили на Бога». Вы, конечно, никак не могли бы здесь неправы. Боже упаси, что, возможно, это вы делаете что-то не так. Или что вы не делаете что-то правильное. Это все Бог виноват, что на вас все это свалилось. Нет, это не его вина, но я не знаю, почему он ничего в отношении этого не сделает. Похоже, я никак не могу заставить его сострадать мне в моих проблемах. Другими словами, вы не можете заставить его проникнуться к вам достаточной жалостью, чтобы исцелить вас. Вы никогда не заставите его жалеть вас. Он не действует посредством чувств. Он сострадает нам в немощах наших. Он всегда нам сострадал. И он не знает, почему вы не обращаетесь к Слову Божьему и не верите тому, что он сказал. Потому что он уже послал Иисуса на крест. Иисус уже был в аду и победил все это. Иисус уже был поставлен в позицию власти в третьей главе послания к евреям и был помазан. Помазан. Делать что? Он – первосвященник над нашими словами веры, а не над нашими чувствами немощи. Боже мой. Вероятно, это самое трудное, с чем когда-либо сталкивался естественный человек. поскольку он должен выйти за пределы того, что он может видеть и что он может чувствовать, и войти в ту сферу, где находится эта сила. И это что-то, чего он не может почувствовать или увидеть. Но он был снаряжен Богом, божественными силами, для того, чтобы вы могли обратиться к этой части себя, обратиться к своей вере, обратиться к своему духу. Вы должны перейти от «я чувствую» или «я не чувствую» к тому, что «я верю». И когда вы переходите к «я верю», вся ваша система переключается на эту сферу, потому что ваш разум не имеет к этой сфере никакого отношения. Поэтому он говорит, «Ну, это не моя сфера». «Видеть и чувствовать» — это моя сфера. Ты переходишь к этой сфере веры, «я не могу верить во что-то, чего я не могу видеть». Если ты собираешься в это верить, мне просто придется отойти в сторону. И ваш дух поднимается и занимает то место, которое он и должен занимать, и говорит, «Я могу с этим справиться, я покажу тебе, чего ты не можешь видеть». Как вы будете это делать? Точно так же, как говорит Слово Божие, смотреть на невидимое. Как вы будете это делать? Вам нужно переключиться с вашего разума и вашей души на ваш дух. А как мне это сделать? Позвольте у вас спросить. Как вы заставляете слюну выделяться у вас во рту? Либо думая о какой-то еде, либо чувствуя запах, обоняя что-то. Хотите, чтобы я показал вам, как вы это делаете? Закройте свои глаза. Закройте. Закройте свои глаза. А теперь... Представьте себе охлажденный стакан, стоящий там на столе. В него налита вода. Это отличный, прекрасный стакан холодной воды. Вот я подаю вам нарезанный лимон. Аминь. Положите себе в рот кусочек лимона. Не трогайте воду, только лимон. Положите себе в рот кусочек лимона. А теперь откройте глаза и посмотрите на меня. Что происходит у вас во рту? Да, посмотрите вокруг. Вы видите где-нибудь лимон? Нет. Но через свою душу вы привели в действие что-то, что уже переживали. Настолько это просто. Знаете что? Ваше воображение не знает разницы между лимоном и мыслями о лимоне. То же самое справедливо, когда дело касается Слова Божьего. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Я могу просто подумать о том, чтобы ухватиться за свое наследство, и что-то начинает возгреваться внутри меня. Почему? Потому что в прошлом я столько раз приводил это в действие. И первым шагом к этому является следующее. Во имя Иисуса я выбираю верить. Отец, мы прославляем и благодарим Тебя за Твое Слово. Отец, прости нас во имя Иисуса за то, что мы так скоро на то, чтобы вскакивать и делать, но так медленны на то, чтобы уделять время общению с Тобой и просить у Тебя Твоей мудрости в отношении того, с чем мы сталкиваемся в жизни. Иисус сделан для нас мудростью, и мы так сильно пренебрегали этим даром, что сами создали большинство проблем, о которых взываем к Тебе. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу сегодня. И мы принимаем наше прощение за это. И мы посвящаем себя тому, чтобы работать над собой в этой сфере. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Отец, мы просто благословляем Тебя и прославляем Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Это местописание в 8 главе послания к римлянам говорит. Я вскользь этого коснусь. У меня нет времени подробно на этом останавливаться, но это важно. Там говорится, что если мы с Ним страдаем, конечно же, вам не придется идти на крест. Оставьте это. Иисус пошел на крест, чтобы вам не нужно было на Него идти. Если бы вам нужно было, это было бы возвратом в осуждение. Нет. Поэтому в чем заключаются наши страдания? Я представлю вам это следующим образом очень просто. Мы были искуплены от проклятия. В нем мы имеем искупление. И в нем мы имеем наследство. Хорошо. Наши страдания находятся на более высоком уровне, чем просто физическая боль. немощь и болезнь. И все остальное в этом роде. Немощь и болезни вам не принадлежат. Нищета вам не принадлежит. Вы не должны от этого страдать. Вам это не принадлежит. Он взял на себя наши немощи. Наши болезни. Он взял на себя нашу нищету. Он взял на себя наше проклятие. Это не мое. Перестаньте предъявлять на это права. Это не ваш артрит. Это не ваш инфаркт. Это не ваша автокатастрофа. Это не ваша нищета. Это не ваши долги. Если вы возложите это на Бога, возможно, вы навлекли это на себя, но теперь вы узнали кое-что получше. Возложите это на Него. Он взял это на себя, чтобы вам не нужно было в этом оказываться. Итак, в чем заключается наше страдание? Вы сейчас мельком это уже увидели. Возможно, вы пока еще не до конца это осознали. Наши страдания заключаются в противостоянии тому, что Иисус взял на себя. Он взял на себя наши болезни, мы противостоим болезням. Почему? Они мне не принадлежат. Не пытайтесь навесить на меня что-то, что не является моим. Я не собираюсь предъявлять на это права. Не надо стучать в мою дверь, пытаясь дать мне какую-нибудь старческую болезнь. Я не собираюсь это брать. О, нет, это не мое. Брат Копланд, не могли бы вы помолиться за мой артрит? Зачем мне молиться за ваш артрит? Я помолюсь за вас, но я не буду молиться за артрит. Он убивает вас. Зачем мне за него молиться? Понимаете? Это звучит как... Ну, вы ведь знаете, что я имел в виду. Вы же знаете. Это не важно. Вам придется говорить и поступать на основании того, что законно является вашим, для того, чтобы предъявить на это права. Поскольку сатана законник, и ему не важно, что вы имеете в виду, или какими были ваши намерения. Кроме того, люди судят других людей на основании того, что те делают, а себя по своим благим намерениям. Поэтому вам придется избавиться от своих намерений и перейти вот к этому. Вам придется изменить свой словарный запас. Мы уже об этом говорили. Вам придется перестать вести себя как нищие. Вам придется перестать вести себя как больные. Вам придется перестать говорить так, как говорят нищие, больные. и вам придется выбросить это из своего лексикона. Я не говорю вам о чем-то, что «О, ну да, это была хорошая конференция». Нет, благословен Бог всемогущий. Я говорю вам не просто о хорошей конференции, это истина с небес. Это разрушит рабство и то, что ограничивает вашу жизнь. Но вы должны поступать на основании этого. Я не могу за вас это сделать. Крефла Доллар не может за вас этого сделать. Джесси Дю Плентис. Мы можем идти только досюда. Иисус не может за вас это сделать, пока вы не придете в согласии с Ним. И тогда Он может все это сделать, если вы будете в этом с Ним. Аллилуйя. В мире Духа есть определенные вещи. Эта Библия, которая лежит у вас на коленях, является законным заветом, о котором Бог поклялся на крови Иисуса. Аллилуйя. И до тех пор, пока вы поступаете на основании Его и предъявляете права на то, что является вашим, я думаю, именно поэтому Дух Божий так сильно использует слово «знание» сейчас в исцелении и освобождении. Потому что если я встаю здесь и Духом Божьим, я слышу, как это поднимается в моем духе. Я слышу, как Бог говорит «я исцеляю острый фаренгит», как это было на предыдущих двух собраниях. Я слышу это. И когда я начал это говорить, я снова это услышал. Что Он делает? Он побуждает нас предъявить права. Понимаете? Мы могли бы все выстроиться здесь и с самого начала служения начать возлагать руки. На пять, шесть, семь тысяч человек. И в духе называть диагноз каждого. И иногда такое происходило. Но с аудиторией поменьше. Я мог за одно служение возложить руки на две с половиной тысячи человек. Но чем дальше вы в это уходите, тем больше это загоняет вас в естественное мышление. И Бог пойдет здесь ровно досюда. Ровно досюда. Он сделает шаг или два в этом направлении, чтобы пробудить всех, как Он пробудил Авраама. Посмотри на звезды. Но после этого вам придется ходить верой. Вы могли ходить верой и до этого. Это все равно помогает. Да. Это приводит вас в восторг. Скажите, слава Богу, я верил об этом, это мое, я предъявляю на это права. Но когда это говорится под помазанием, тогда вы говорите, слава Богу, у меня такое же здоровое горло, как и у всех остальных. Я не знаю, заметили вы это или нет. Я делал это. Я практиковал это долгое время. Иногда я забываю об этом. Я подумал об этом на вчерашнем собрании. Брат Хейт Батлер проповедовал здесь и помазание Божье, и слово знание просто текли через него. Сила Божья пребывала на всем этом месте. И мы принимали. Когда он сказал, исцеляется уши, я вложил пальцы в свои уши. Когда он сказал, исцеляется горло, я положил руку на горло. Когда он сказал, исцеляется почки, я положил руку на почки. Я хотел, чтобы помазание Божье проникло в каждый сустав, в каждый орган, во все, что он называл. Вы спросите, та часть тела была у вас больной? Нет. И она не будет больной. Все, что он сказал, является моим. Я предъявляю на это права, слава Богу. Я положу это себе в карман и заберу с собой домой. Спасибо, это мое, это принадлежит мне. Я наследник. Я предъявляю права. Вернемся к 26 главе книги Деяний. «Но встань и стань, сказал Иисус, на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем». Когда Иисус сказал ученикам, чтобы они шли в Иерусалим и ждали там до тех пор, пока на них не сойдет сила свыше, что он сказал? «Вы будете мне свидетелями по всему миру, когда на вас сойдет Дух Святой». «Когда на вас сойдет Дух Святой». Он сказал, «Я сделаю тебя свидетелем, и я сделаю тебя служителем». Аллилуйя. У каждого, у каждого есть на это право. Вы являетесь свидетелем. Куда бы вы ни шли, и то, как вы предъявляете права на свое наследство, является самой большой частью вашего свидетельства. Не просто, когда вы спрашиваете у кого-то, «Вы когда-нибудь делали Иисуса Христа Господом в вашей жизни? Или вы приняли Иисуса как вашего Спасителя?» Вы действительно хотите знать правду? Это является уже завершающим. Ваша жизнь является свидетельством, которое подводит их к этому моменту. Аминь. Вот еще одна причина, почему вам так важно предъявлять права на то, что вам принадлежит. Подумайте об этом. Подумайте о том, как дьявол... Понимаете, у него нет никакой своей системы. Все, что у него есть, это то, что уже есть здесь. А все то, что здесь есть, это то, что поместил сюда Бог. Поэтому ему приходится искажать законы Божьи. Вы все время это делали, сами того не осознавая. О, я, должно быть, чем-то заболеваю. Я, должно быть, подхватываю грипп. Да, сейчас сезон гриппа, понимаете. Вы видите этот процесс? Я подхватываю. Если это не предъявление прав, тогда я не знаю, что значит предъявлять права. И знаете что? Самое смешное здесь то, что вы хотите, чтобы кто-то согласился с вами. Скажу вам, я никогда в жизни еще так плохо себя не чувствовал. И вы приукрасите это. О, да. И вы постараетесь сделать это известным от спальни до кухни, потому что вы хотите, чтобы кто-то знал, как ужасно вы себя чувствуете. И они повернутся и скажут, «Знаешь, ты выглядишь больным, почему бы тебе не вернуться в кровать? Я позвоню на твою работу». «Эй, вам лучше вернуться в кровать. Вы предъявили права на эту болезнь. А теперь с вами еще и согласились в этом». То же самое справедливо. И когда, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы они попросили, или на что бы они не предъявили права, будет им! Либо от Бога, либо от дьявола. Поскольку это единственная система, с которой он может работать, которая является Божьей системой. Итак, откуда приходят ваши страдания, как сонаследников? Вот вы проснулись со всеми этими плохими, плотскими чувствами. И вам, конечно же, хотелось, чтобы кто-то вас пожалел, и все такое. Меньше всего на свете вам в действительности хотелось бы сделать, даже если вы знали, что нужно это сделать. Меньше всего на свете вам хотелось бы протянуть руку и взять свою Библию. Протяните руку и возьмите свою Библию. Откройте места Писания об исцелении и скажите, «Иисус, ранами Его мы исцелились». Я знаю, что Библия это говорит, я не хочу это слышать, но Библия говорит, крича моим, преклони ухо твое. Я не предъявляю на это права, мистер дьявол. Это не моя болезнь, не мой грипп. Это не моя простуда. Я не предъявляю на это права во имя Иисуса. И вы вытаскиваете свою наполненную Духом святым персону на эту кухню и говорите, «Что ж, слава Богу, я отправляюсь сегодня на работу». Даже если для этого придется изменить законы штата Джорджия, вы только что предъявили права на то, что является вашим. И я скажу вам, ад вынужден прислушаться к вам. Возможно, они последние, кто вам об этом скажет, но они вынуждены прислушаться к вам. Они так запрограммированы. И когда Иисус из Назарета является помазанным первосвященником вашего исповедания, все небеса стали в положении смирно и начали действовать, чтобы убрать этот хлам с вашего пути. Итак, не предъявляйте права. Еще раз вернитесь к этому. Я для того и явился тебе. Итак, посмотрите, что Он сказал. Я теперь посылаю тебя. Это то, что сделал с Ним Его Отец. Он послал Его. Иисус сказал, Я посылаю тебя. То же самое, не так ли? Иисус делает только то, что делает Его Отец. Он посылает вас с той же самой целью. Я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету. Разве не то же самое слышал тогда от Иисуса Никодим? То же самое. Иисус сказал, если люди обратятся к свету, их дела будут в Боге соделаны. Теперь вы знаете, почему Он говорит нам ходить во свете Слова Божьего. Ходить во свете. Апостол Иоанн сказал следующее. Если вы ходите во свете, подобно как Он во свете, Его кровь очистит вас от всякого греха. Слава Богу. Это цель Иисуса. И это было целью Небесного Отца. Поэтому нам нужно предъявить на это права. Аминь. И быть решительно настроенными и ходить во свете. Я не буду ходить во сне. А что вы думаете по поводу того, что проповедует тот-то и тот-то? Это не ваше дело. Что я думаю по поводу того, что Он проповедует? Кем бы Он ни был или кем бы она ни была. Когда Бог призывает меня быть пастором той церкви, и тот пастор уезжает, тогда это мое дело, что я проповедую в той церкви. Это не мое дело, что тот проповедник проповедует в той церкви, будучи ее пастором. Итак, разберитесь с этим. Разберитесь с этим. Почему, почему, почему? Это тьма. Это тьма. Слово Божие ясно объясняет, что дух критики заводит вас во тьму. А когда вы во тьме, вы можете споткнуться, и вы споткнетесь, а то же самое, за что критикуете. Вы просто споткнетесь. Вы критикуете кого-то за то, во что тот уклонился, и вы не знаете, окажись вы на его месте, возможно, вы сделали бы ту же самую глупость. Ну, будь я он, я бы этого не сделал. Будь вы он, вы бы это сделали, потому что он это сделал. Вы понимаете это? Конечно, будь вы он, вы бы это сделали. Он это сделал. Хорошо. Этим бревном в вашем глазу, о котором говорил Иисус, является ваш прошлый опыт. когда я вижу человека, едущего за рулем конкретной марки машины, с которой у меня были большие проблемы, я сразу же склонен думать, если бы он знал, что знаю я, он бы не ездил на этой тупой машине. Возможно, это самая замечательная машина, которая у него когда-либо была, но мой опыт говорил о том, что она не была замечательной. Вы знали, что вы видите не своими глазами, вы видите своим мозгом, и ваш мозг передает это вашему разуму. И вы видите все своим разумом. И то, что вы видите своим разумом, имеет на себе налет, окрашивается и находится под влиянием всей вашей прошлой жизни. Вы знаете это. Я знаю это. Единственное, как вы можете это изменить, это с помощью Слова Божьего обновить свой разум, изменить свой образ мышления или поставить себя в такое положение, когда вы вообще больше об этом не думаете. Вы отказываетесь думать об определенных вещах. Иисус сказал, не тратьте свое время на то, чтобы расстраиваться из-за того, что делает кто-то другой до тех пор, пока не разберетесь с тем, что есть в вашем глазу. Тогда вы будете снаряжены для того, чтобы помочь тому человеку, а не просто критиковать его. Итак, посмотрите на это. Чтобы они обратились от света, точнее, от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Зачем? «И веруя в меня получили». Скажите слово «получили». Чтобы они получили. Скажите это еще раз. Еще раз. Мы говорили «получить, принять». А сами думали, пожалуйста, сделай. Я слышал, как Джесси Дюплантис говорил об этом. Это звучало у меня в ушах на протяжении нескольких дней. Он сказал, «Мы говорили, Бог исцелил того человека, но он не исцелил этого. Бог благословил того, но он не благословил этого. Это неправда. Мы обвиняли Бога в нашей недостаточной способности принимать. Это несколько дней звучало у меня в ушах. Это не то, чтобы Бог этого не сделал. Мы не принимали». Он сказал, «И веруя в меня получили прощение грехов и жребий или наследство с освященными. Я дал вам веру, которой вы можете это получить». Это не проблема. Вера – это не проблема. У вас проблема не с верой, а проблема со словом. Проблема не в Боге. Проблема в принятии. Проблема в предъявлении прав, когда мы предъявляем права не на то, пытаясь заставить Бога сделать что-то другое, в то время, как мы предъявляем права на противоположное. Ну, знаете, брат Копланд, наверное, некоторые из нас просто рождены быть бедными. Это просто оправдание. Но самое ужасное в этом то, что именно это и находится в глазах того человека, потому что он был научен этому. Это ложь из ада. У Бога есть больше, чем достаточно. Аминь. Если мы позволим ему делать это его образом. Поэтому ухватываться, предъявлять права, это принимать то, что законно является нашим по наследству. И Бог поставил Иисуса наследником всего, а мы со-наследники с Ним. Боже мой, на небесах нет ничего, что не являлось бы вашим. У Бога нет ничего, что не являлось бы вашим. Я наконец-то осознал, Лэри. Столько лет стоя на этом месте Писания в послании к евреям, где говорится, что не все ли они ангелы Божии, суть служебной духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. И в один день Бог просто остановил меня там, где я стоял. И я знал, что-то происходит. Я спросил, что? 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 Он сказал, я хочу поправить твое мышление в вопросе этих служебных духов. Я ответил, исправляй меня. Я готов. Он сказал, сын, я не просто поставил их помогать тебе. Я спросил, что же ты сделал? Он сказал, я дал их тебе. Они твои. Разве Иисус не является командующим воинства небесного? Разве Он не сказал, дана Мне вся власть на небе и на земле? Они были посланы служить. Служение нам это часть их работы. Служить для тех, которые являются наследниками. Если они принадлежат Иисусу, они принадлежат нам. Слава Богу! Да. Так вы получите новый автобус. Аллилуйя. Они принадлежат нам. Этот ангел принадлежит вам. Этот большой, приятного вида парень, которому только вы и никто другой будете говорить, что ему делать. Да. Аллилуйя. Я предъявляю права на мое наследство. Именно поэтому я нисколько не буду бояться отправляться в опасные регионы и проповедовать там. Меня это не беспокоит. Но я узнал. Я узнал, что все эти ангелы и вся их способность принадлежат телу Христову. Они были даны нам. Не просто посланы к нам, но даны нам. Мы сонаследники. Служить для тех, которые имеют наследоваться спасения. О, это еще одна возможность начать бегать от радости. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Встаньте, пожалуйста. Давайте еще раз примем и предъявим права на то, что является нашим. Просто дайте Богу возможность сейчас служить нам, служить через нас. Дайте Богу возможность сейчас служить нам и служить через нас. Господь Иисус, мы отдаем себя в Твои руки, чтобы угождать нашему Отцу. Мы знаем, что Ты угождаешь Отцу. Мы знаем, Иисус. Мы знаем, что Ты угождаешь Отцу, и мы отдаем себя в Твои руки, чтобы еще больше угождать Ему. И мы воздаем всю хвалу и всю славу бесподобному имени Иисуса. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Бог разработал путь того, как Вы, Я или любой другой человек на земле, который захочет это сделать, может стать частью небесной и земной Божьей системы наград и благословений. Послушайте, я могу присоединиться к могущественным благословениям Божьим, пребывающим на Билли Грэмми, или на любом другом великом пророке и апостоле Божьем, помогая им делать то, что они делают. Аминь. Бог не лицеприятен. Вы можете стать частью того, что мы с Глорией и все сотрудники нашей миссии получаем в качестве Божьих благословений и Божьей награды, помогая нам делать эту работу. Все очень просто, но как раз все, что делает Бог, является простым, реальным и эффективным. Отец, я молюсь за тех людей, которых Ты призываешь и которым Ты говоришь сеять в это служение. И во имя Иисуса я молюсь об их благословениях, я молюсь об их небесной и земной награде за то, что они делают во имя Иисуса, чтобы помочь нам делать то, что делаем мы, жертвуя Тебе, Господь Иисус. Мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Если Господь ведет вас это делать, молитесь об этом и действительно верьте, что Бог ведет вас это делать. Если вы хотите заказать наши книги, а также получить дополнительную информацию о нашем служении, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До встречи и помните, что Иисус Господь.